Империум Групп представляет От состояния Всего организма Если мы посмотрим Какие же причины слепоты По данным ВОЗ Стоят на первом месте То увидим, что наиболее распространенной Причиной является катаракта Это возрастная катаракта Помутнение хрусталика И посмотрим с вами Какова же структура смертности Населения И мы видим, что Примерно столько же процентов Около 50% Занимают болезни Системы кровообращения Это говорит о том, что Орган зрения напрямую Связан с работой Сердечно-сосудистой системы Каковы же основные Причины нарушения зрения Наибольшее количество Причин это Некоррегированные аномалии Рефракции Близорукость Дальнозоркость Астигматизм И непрооперированная катаракта А также Глаукома Существует возраст Ассоциированные заболевания Это те заболевания, которые Проявляются с возрастом К ним относятся Ишемическая болезнь сердца Ишемический инсульт Диабет Среди глазных заболеваний К ним относятся Катаракта И макулярная дегенерация Сетчатки Что же такое зрение? Зрение Это получение И использование Энергии света Через глаза Для адаптации организма И ориентира В окружающем пространстве Мы с вами Видим окружающий мир Благодаря тому Что солнечный свет В первую очередь Отражается от всех предметов И попадает через глаза В центральную нервную систему И в зрительный центр Для того, чтобы Зрительная система Работала слаженно Нужны определенные условия Чтобы она выполняла Свои зрительные функции Существует Пять основных Зрительных функций Ориентируясь на которые Мы можем понять Как же работает Зрительная система Это Острота зрения Цвета Ощущения Света Ощущения Поля зрения И Бинокулярное зрение Зрительный анализатор Представляет собой Сложную систему Снаружи Мы видим только глаза Но Проводящие пути От глаз Распространяются Внутрь мозга И в затылочных Долях Коры головного мозга Расположен Зрительный центр Который Анализирует Все, что мы с вами Видим И на схеме Зрительного Анализатора Вы увидите Что для того Чтобы вся Зрительная система Работала Слаженно Во-первых Функция Должна быть Справа и слева Правого левого Полушария Симметрично А для этого Должно быть Симметричное Кровоснабжение Зрительная система Ее еще называют Фотоэнергетической Системой Через глаза Импульс идет В эпифис В гипофис И существует Вегетативная Нервная система Управления Глаза С другой стороны Являются Входными воротами Вегетативной Нервной системы И поэтому Через глаза Мы даже можем Управлять Работой Сердца Сосудами Железами Здесь Изображена Сетчатка Она представляет С собой Несколько Слоев Для того Чтобы по Клеткам Зрительным Импульсы Были Переданы В зрительный Нерв А затем И Внутрь Мозга Рассмотрим С вами Глазное яблоко Я вам Напомню Его строение Для того Чтобы вы Понимали Как Какие Средства Могут Действовать На ту или иную Структуру Глаза Глазное яблоко Состоит Снаружи Покрыто Тремя Оболочками Наружная Склера Передняя Часть Прозрачная Роговица Следующий Слой Выстилающий Глаз Глазное яблоко Изнутри Это Сосудистая Оболочка В передней Части Называется Целиарное Тело Или Аккомодационная Мышца И Радужная Оболочка Следующая Внутренняя Оболочка Выстилает Глазное яблоко Изнутри Сетчатка Это Слой Нервных Волокон Нервных Клеток Благодаря Тому Что Свет Попадает На Эту Оболочку Импульсы Передаются По Зрительному Нерву Тракту Внутрь К Зрительному Центру Для того Чтобы свет Прошел Свободно Должны Быть Пройдены Оптические Среды Это Прозрачная Роговица Влага Передней Камеры Хрусталик Который Прозрачный Это Двояко Выпуклая Линзочка С помощью Которой Мы можем Изменять Восприятие То есть Хорошо Видеть И вдаль И вблизи От Хрусталика Циновые Связки Натягиваются И прикрепляются К целиарным Мышцам От работы Этих Мышц Зависит Акомодация Это Приспособление Глаза Внутреннюю Часть Глазного Яблока Занимает Стекловидное Тело Вокруг Глаза Каждого Расположены Шесть Мышц Верхняя Нижняя Боковые Наружные Внутренние Две косые Благодаря Которым Глазное Яблоко Приходит В движение Важную Часть Составляет Угол Передней Камеры Если глаз На срезе Посмотреть Вы увидите Целиарное Тело Отростки Целиарные От которых Идут Связки К хрусталик Целиарные Отростки Вырабатывают Внутриглазную Жидкость Которая Через Зрачок Попадает В переднюю Камеру Глаза И затем Отсекает Из глаза От движения Этой жидкости Зависит Внутриглазное Давление Если Где-то Затруднено Это движение Жидкости Повышается Внутриглаза Давление Сначала Это называется Офтальмогипертензия Она часто Бывает Совместно Вместе С высоким Артериальным Давлением Потому что В организме Так устроено Что все Жидкости Как сообщающиеся Сосуды Если Общее давление Высокое То и Глазное Также может Быть высоким Но другая Опасность Заболевания Это Глоукома Когда Высокое Давление Чаще На одном Глазу Может Привести К слепоте Для того Чтобы Понимать И следить За своим Здоровьем Очень важно Вспомнить О дневнике Здоровья Органа Зрения Для того Чтобы понять Как работает Орган Зрения Надо Измерить Остроту Зрения По таблице Где Буквы Ши Б МНК В норме Человек Видит 10 Строчек Это Острота Зрения Единица Правый Левый Глаз Также Измеряется Острота Зрения Для Близи По Специальным Таблицам Измеряется Акомодация Если Если Возьмете Мелкий Шрифт Приблизите К глазам То Увидите Что В какой-то Момент Вы Перестанете Его Различать То Расстояние На котором Вы Еще Различаете Этот Текст Надо Запомнить Затем Отодвигая Текст Надо Найти Расстояние Где Вы Уже Не Можете Различать Этот Текст И Также Запомнить Если Вы Эти Показатели Будете Заполнять Периодически Допустим Раз Два Месяца Вы Можете Вовремя Заметить Какие-то Изменения Кроме Того Важно Знать Свою Рефракцию Как Вы Знаете Артериальное Давление У вас 120 на 80 Норме Температура Тела 36,6 Рефракция Это Состояние Оптических Сред Это Состояние Которое Показывает Куда Падает Фокус На Сетчатку Если Он падает То Это Правильное Строение Эмметропия Если Перед Сетчаткой Это Близорукость Если За Сетчаткой Это Дальнозоркость Кроме Того Надо Знать Внутриглазное Давление Свое В норме Оно Должно Быть От 16 До 26 Миллиметров Ртутного Столба Измеренного По методу Маклакова С помощью Грузиков И Артериальное Давление Отслеживая Эти Параметры Вы Можете Заметить Вовремя Когда еще Функциональные Изменения И Предпринять Меры Для Исправления Своего Состояния Какие же Наиболее Распространенные Заболевания С которыми Приходится Встречаться Это Воспаление Переднего Отрезка Глаза Конъюнктивиты Которые Бывают Различных Видов По Происхождению Блефориты Воспаление Краев Век Также Они Бывают Разными Ячмень Уплотнение Воспаление Локальное В области Века Также Еще Встречается Может Холязион Это Как бы Холодное Воспаление Осумковывается И тогда Если долго Не проходит Этот процесс Делают Операцию По удалению Холязиона Нам надо С вами Помнить О том Что Существуют Возрастные Заболевания Органа Зрения К ним Относится Катаракта Помутнение Хрусталика Глукома Когда Существует Триады Симптомов Это Высокое Внутриглазное Давление Сужение Полей зрения И постепенной Атрофии Зрительного Нерва И Третье Заболевание Которое Развивается С возрастом Это Макулярная Дегенерация Сетчатки Сетчатки В области Макулы Это Центральная Часть Идет Дистрофия Ее еще Называют Центральная Хориоретинальная Дистрофия Сетчатки По структуре Инвалидности Первое место Занимает Глукома Немаловажное Значение Имеет Катаракта Ну и Также Другие Заболевания Это Надо Помнить О том Что Глаза Хотя они И поставляют Нам Наибольшее Количество Информации О внешнем мире Требуют Своей Заботы С юных лет С возрастом Когда возникает Гипертоническая Болезнь Она также Может Вызвать Осложнение Вот это Глазное Дно Бледный Диск Зрительного Нерва Сосуды А здесь Вы видите Кровоизлияние На глазном Дне Они могут Случаться При высоких Артериальных Цифрах Давления Теперь Посмотрите Катаракта Как Человек Видит Если В норме Изображение Падает На сетчатку При катаракте Рассеянный Свет И Зрение Становится Нечетким Катаракта Развивается Постепенно Имеет Несколько Стадий Прозрачный Хрусталик Начальная Катаракта Незрелая Зрелая И Перезрелая Катаракта На начальных Стадиях Еще Можно Предпринять Различные Меры И Привести Хрусталик В свое Прежнее Состояние Но Когда Процесс Запущен Здесь Уже Требуется Операция Операция По удалению Хрусталика Мутного И Замена Его Прозрачной Искусственной Линзочкой Надо Помнить Еще О том Что Удалив Мутный Хрусталик Обмен Веществ В глазу Остается По-прежнему Нарушенным И Поэтому Для Поддержания Глаза Также Требуется Лечение Дистрофия Сетчатки На глазном Дне Видны Очаги Которые Мешают Ясному Хорошему Зрению Она Бывает И Сухой И Влажной И Если Человек С такой Дистрофией Макулы Смотрит На Окружающий Мир Перед Глазами Он Видит Темные Пятна Также Может Видеть Искажения Изображения В окружающем Пространстве Существует Тест Сетка Амслера Если Посмотреть На Квадраты На бумаге В центральную Точку В норме Все Линии Будут Правильными При Дистрофии Линии Оказываются Искаженными Такой Тест Вы Можете Провести У себя Дома Следующее Грозное Заболевание Ведущее К слепоте Глукома Как я Уже Говорила Она Бывает Разных Видов Наиболее Распространенная Первичная Открытоугольная Глукома Когда Затрудняется Отток Внутриглазной Жидкости Из Глаза Для Того Чтобы Узнать И Поставить Диагноз Нужно Измерить Внутриглазное Давление Здесь Изображено Измерение Внутриглазного Давления По методу Маклакова С помощью Грузиков Кроме Того Надо Обязательно Проверить Поля Зрения Для этого Существуют Различные Методы Это Пространство Которое Видно При Взгляде Прямо Если Человек Не Имеющий Проблемы С полями Зрения Видит Окружающий Мир Равномерно То При Глаукоме Идет Сужение Полей Зрения Оно Идет Постепенно Он Может Этого Не Замечать И Следующий Третий Признак Когда Идет Атрофия Зрительного Нерва Вот Эта Триада Подкрадывается Незаметно Приводит К слепоте Для Лечения Используются Капли Снижающие Давление И Операции Как Лазерные Так И с помощью Скальпеля Ножа Хирургия Глаукома Направлена На Формирование Дополнительных Путей Оттока Чтобы Освободить Глаз От лишней Жидкости Это не является Кардинальным Решением Проблем Бывает Что и после Операции Процесс Продолжается Может быть Диабетическая Глаукома На фоне Сахарного Диабета Диабетическое Поражение Глаз Чаще всего Характеризуется Поражением Сетчатки Глаза Когда Возникает Кровоизлияние Эксудат И тогда Человек Тоже Нечетко Видит Окружающий Мир На глазном Дне Есть Очаги А теперь Мы поговорим О новых Технологиях Которые Могут Помочь Во всех Разнообразных Случаев Поражений Глаз Как вы Видели Что Основное Медицинское Лечение Направлено На Восстановление Функции Органа Зрения И устранение Причин Но не всегда Это бывает В полном Объеме Бывают Хронические Процессы Которые Несмотря на Лечение Они продолжаются Поэтому Нашими Учеными Были Созданы Препараты Направленные На Повышение Защитных сил Организма На Противовоспалительное Лечение Поднятие Иммунитета И укрепление Тканей Органа Зрения Эти препараты Относятся К группе Биотиков То есть Тех Веществ Которые В норме Существуют В организме Аквабиотики Участвуют В физиологических Процессах Нормализуют Их Повышают Сопротивляемость Организма И служат Биологическими Катализаторами Для того Чтобы понять Каков Механизм Действия Этих препаратов Нами Были Проведены Лабораторные Исследования И было Обнаружено Что Препараты Изменяют Содержание Катехоламинов Дело в том Что Организм Регулируется В том числе И с помощью Биоаминов Это Химические Соединения Которые Устанавливают Связь Между клетками И Руководят Реакциями Проходящими В тканях К ним Относится Катехоламины Адреналин Серотонин Гистамин Тканевый гормон Все эти препараты Если мы Проводили Исследование Было обнаружено В норме Их содержание Примерно Одинаковое Но После Воздействия Препарата Матрикс Визум Это капли Применяющие Для улучшения Зрения Повышается Содержание Гистамина Это Гормон Активации Гормон Тревоги Который Говорит о том Что Должна Быть Произведена Мобилизация Клеточного Иммунитета Для борьбы С внешними Какими-то Агентами Препарат Матрикс Ленс Который Применяется Для Улучшения Обмена Веществ В хрусталике Еще больше Повышает Содержание Этих Веществ То же Самое Происходит Изменение На уровне Катехоламинов И Сиротонина Когда мы Проводили Исследование На добровольцах Оказалось Что Эти препараты Матрикс Ленс В частности Ускоряет Процесс Воздоровления При Конъюнктивитах Конъюнктивиты Это Воспаление Слизистых Глаз Покраснение Ну и И отсюда Можно Сделать Выводы Что Препараты Power Matrix Аквабиотики Активируют Систему Клеточной Защиты Увеличивают Содержание Катехоламинов Гистамина Изменяют Содержание Серотонина Служат Катализатором Стимулируют Обмен Веществ И повышают Иммунитет Такой Механизм Действия Самое Удивительное То Что Эти Препараты Обладают Такими Свойствами Что Не приводят К привыканию При их Использовании Не обладают Аллергическим Действием И могут Сочетаться С другими Средствами Применяемыми В лечении Глазных Заболеваний Нами Было Показано Что Эти Препараты Эффективны Безопасны И могут Быть Рекомендованы В профилактике И комплексном Лечении Покраснений Глаз Различной Этиологии Кроме Того Нами Были Произведены Испытания На Добровольцах С различными Диагнозами И при Аллергиях И при Аномалиях Рефракции При Блифоритах Близорукости Спазмах Акомодации Дегенерации Макулы Первичной Открытоугольной Глаукомии Конъюнктивитах Нарушение Акомодации При Возрастной Дальнозоркости При Сбиопии Холиазионах И Ячменях И было Обнаружено Ускорение Заживления При Воспалительных Процессах И Повышение Остроты Зрения При Других Заболеваниях Были Выделены Три Группы Здоровые С близорукостью И с возрастной Патологией И в этих Группах Были Обнаружены Результаты Установлено Что повышается Острота Зрения Даже Даже После Одного Закапывания В результате Того Что Снимается Спазм Акомодации Уменьшается Степень Близорукости И Улучшаются Функции При Дальнозоркости И Астигматизме Дальнейшие Наши Исследования Показали Что Если Закапывать В течение Месяца При возрастной Патологии Органы Зрения То Можно Повысить Остроту Зрения Уменьшить Количество Выпадений Из полей Зрения И Расширить Поля Зрения Если Они Сужены Это Говорит О том Что Препарат Эффективен Безопасен И Дает Свои Результаты Оказывает Положительное Влияние На Орган Зрения Но Надо Не Забывать Что Лучше Конечно Использовать В первую Очередь В комплексном Лечении Возрастной Патологии И Если Курсовое Лечение С помощью Фарм Препаратов Закончено Промежутки Между Курсовым Лечением Рекомендуется Продолжать Закапывать Препараты Матрикс Визум По механизму Действия Нами было Установлено Что Возникают Рефлекторные Реакции Органа Зрения На Матрикс Визум И Они Являются Неспецифическими Реакциями Саморегуляцией Матрикс Визум Улучшает Функции Зрения Как Регулятор И Лечение В комплексном Оно более Эффективно С применением Матрикс Визум Этот препарат Можно Рекомендовать Для Профилактики Возраста Ассоциированных Заболеваний И Их Прогрессирование Какие Еще Препараты Кроме Матрикс Визум Существуют В нашей Линейке Аквабиотиков Это Матрикс Склера Который Служит Для Укрепления Склера Это наружная Оболочка Глаза Матрикс Корня Для Лечения Роговицы Матрикс Ленц При Патологии Хрусталика Прозрачной Линзочки Матрикс Акко Для Улучшения Функции Аккомодации И При Патологии Сетчатки Матрикс Макула При Патологии Макулы Центральной Части Сетчатки Мы можем Так сказать Что Глаз Является Частью Мозга Вынесенный На периферию А Мозг Это часть Всего Организма Еще в древности Говорилось о том Что нельзя Лечить Глаза Не леча Голову Нельзя Лечить Голову Не леча Тело Ну и далее Нельзя Лечить Тело Не леча Душу Вот говоря О теле Нами было Установлено Что Функция Зрения Зависит У каждого Человека Индивидуально От разных Каких-то Причин У кого-то Это слабо Сердечно-сосудистая Система У кого-то Желудочно-кишечный Тракт Страдает Печень Кому-то Надо Укрепить Почки И вот Выявляя Проблему Общего Состояния В организме Мы Кроме того Что местно Назначаем Препараты Используем Препараты Power Matrix Действующие Непосредственно На те или иные Органы И системы Коронар На сосуды Церебру На состоянии Мозга Кордин Сердце Гепар Печень Панкреас Поджелудочная Железа Нефропочки Тереоида Щитовидная Железа Адренализ Надпочечники П1-П2 Для нормализации Давления Артериального Оксинорм Для улучшения Питания Мозга При лечении Глоукомы Аналогичные Препараты Индивидуально Используется Применяется Тереоида Для щитовидной Железы Конечно Надо Выявлять У каждого Человека Индивидуально Что в первую очередь Ему необходимо Для укрепления Матрикс Салютом Для восстановления Кислотно-щелочного Баланса В организме И регуляции Обмена Веществ Матрикс Ангел Для укрепления Соединительной Ткани Особенно При глоукоме Близорукости Матрикс Селен Для укрепления Иммунитета Особенно Для часто Болеющих Ну и конечно Мы были Очень рады Полученными Нашими Результатами Но Нельзя Забывать О том Чтобы Надеяться На 100% Только На препараты Не стоит Надо Заботиться О здоровом Образе Жизни Здесь Нужно Вспомнить О физической Активности Физическая Активность Снижает Риск Развития Возраста Ассоциированных Заболеваний Ишемической Болезни Сердца На 25% Ишемического Инсульта На 26% Диабета На 28% Сокращение Калорийности Питания На 30-50% Задерживает Развитие Возраст Ассоциированных Заболеваний И надо Помнить О достаточном Сне Ну а Здесь Приводятся Примеры Которые Показывают Об эффективности Наших Препаратов В лечении Хронических Процессов Пациентка С блефоритом Вы видите У корней Ресницы Воспалительные Очаги Чешуйки И после Лечения Получены Хорошие Результаты Матрикс Визум При этом Закапывался 6 раз В день И получены Хорошие Отзывы Кроме того Применялся Матрикс Визум У пользователей Компьютера Что Повышает Работа Работа Способность У наших Пациентов При При лечении Халязи Визум Можно Обойтись Без очков Или Уменьшить Их Диоктрии При спазме Аккомодации В сочетании С расходящимся Косоглазием Вот такая проблема В наше время Стала наиболее Актуальной Из-за того Что Очень часто Используют Наши дети Гаджеты Даже Дошкольники В 2-3 Года Замечено Появление Спазма Аккомодация Это когда Ухудшается Зрение Вдаль И Появляется Расходящееся Косоглазие Что требует Комплексного Лечения И применение Препаратов Матрикс Визум Способствует Укреплению Органа Зрения И избавлению От этой Проблемы При травмах Глаза Поверхностных Когда Идет Поверхностное Поражение Роговицы Наш препарат Также Ускоряет Заживление Такие Испытания Проводились Сначала На животных На кроликах Ускоряется Заживление В 2 раза А затем На добровольцах Были получены Положительные Результаты При лечении Открытоугольной Глукомы Мы также Видели Улучшение Функции Снижения Внутри Глазного Давления По причине Того Что Препарат Воздействует На аккомодационную Мышцу Восстанавливая Ее функцию А аккомодационная Мышца Участвует В гидродинамике В движении Жидкости И улучшает Отток Из глаза При лечении Начальной Незрелой Катаракты Также Мы видим Положительную Динамику Помутнение Роговицы Здесь Вы видите На верхнем Рисунке Фотографию Пациентки Покрасневший Глаз Воспаленная Роговица И помутнение После комплексного Лечения И закапывания Матрикс Визум Через месяц Мы видим Глаз Успокоился Роговица Стала прозрачной Осталось Небольшое Помутнение В центральной Ее части Препараты Матрикс Визум Дают Надежду Для тяжело Больных Пациентов С глазной Патологией Особенно Которые Уже Прошли Все инстанции Прооперированы И по-прежнему Теряют Зрение И Страдают Но применяя Матрикс Визум Они Находят Свое Облегчение И улучшение Зрительных Функций Еще раз Можно сказать О том Что Матрикс Визум Эффективен Безопасен И может быть Рекомендован В профилактике Лечения Заболеваний Органа Зрения На данных Примерах Мы Можем Показать Как Используется Матрикс Визум Или Другие Препараты У пациентов С различной Патологией С остротой Зрения И с Разными Диагнозами Но Здесь Надо Помнить О том Чтобы Зрительная Система Работала Слаженно Как Вы Видите И помните Что Зрительный Анализатор Расположен Внутри Головы Симметрично Должно Быть Кровоснабжение Справа И слева Здесь Надо Помнить О том Что Должна Быть Правильная Осанка Поток Крови По сосудам Которые Несут Питание От Сердца Через Шею Должен Быть Уравновешенным Поэтому Чтобы Гарантировать Использование Наших Препаратов Необходим Комплексный Подход К Исправлению Данной Ситуации В программе Оздоровления Надо Учитывать Скорости Потоков Крови В сосудах Головы И В передних Сосудах И в задних И среднемозговых И Принимать Меры Для Исправления Патологии Для этого Служат Разные Способы И Мануальная Терапия И Остеопатия И Физиопроцедуры Вот здесь На верхнем Снимке Вы видите Аппарат Наше Изобретение Который Восстанавливает Симметрию Кровоснабжения Это АСО 05 И Здесь Также Мы Применяем Наши Препараты В комплексе И Визум И АКО И Макула Разные Схемы Сначала Применяется Одна Схема Два Препарата Например Затем Вторая Схема Третья Схема Которая Постепенно Охватывает Все Ткани Укрепляет Их Работу И Работу Всего Глаза Кроме Того Что Существуют Приобретенные Заболевания Существуют Еще и Врожденные Заболевания Но Так или Иначе Очень важно Остановить Процесс Прогрессирования Вот Например Ретинопатия Недоношенных Возраст Уже 19 лет Там Есть И близорукость И изменения В сетчатке Это Тоже Требует Укрепления И поддержания Органа Зрения Мы Не можем Сказать Что Излечим И Родится Новый Глаз Но Улучшить Функции Остановить Процесс Прогрессирования Мы В Состоянии Об Этим Говорит Наш Опыт Практика Отзывы Пациентов И Статистические Данные Препараты Которые Мы Применяем Конечно Надо Помнить Что Они Используются В комплексе И Для Того Чтобы Оценить Результат Нужно Конечно Проводить Исследование В офтальмологическом Кабинете Кроме Того Что Вы Можете Вести Свой Дневник Здоровья Зрения И Проводить Физиотерапевтические Процедуры Вот В комплексе Для лечения Офтальмогипертензии Снова Мы Показываем Что Используются Препараты Для Внутреннего Применения Для Укрепления Других Органов И Систем Ну И здесь Более Конкретно Мы Скажем Показания Матрикс Акко Это Патология Сетчатки Показания Используем Матрикс Макула Это Патология Макулы Центральной Части Сетчатки При Катаракте Как правило Одна-две Капли Три Раза В день Здесь Надо Помнить Если Катаракта Уже Созрела То Надо Идти Делать Операцию Не Надеяться Что Произойдет Растворение Мутных Частичек Хрусталики С помощью Наших Капель Это Равносильно Тому Что Если Сырой Белок В яйце Прозрачен Также Хрусталик Прозрачен То Если Сварить Яйцо Он Становится Белым И Если По аналогии Хрусталик Стал Непрозрачным Белым То Обратно Прозрачным Сделать Его С помощью Капель Невозможно Надо делать Операцию При Глаукоме Также Мы Используем Препараты В комплексе При дистрофии Сетчатки При диабетической Ретинопатии При Синдроме Усталости Глаз Спазме Аккомодации Также Мы Получаем Хорошие Результаты При Близорукости Для Повышения Функций По Одной Две Капли Три Раза В день Наряду С Матрикс Визум Используется Матрикс Клера Акко И Макула Фри Дальнозоркости Возрастной Дальнозоркости Матрикс Визум Применяется По одной Две Капли Три Раза В день При Астигматизме Почему мы Получаем Положительные Результаты Потому что Любая Аномалия Рефракции Будь то Близорубкость Дальнозоркость Астигматизм В своей Работе Имеют Долю Работы Аккомодации Вот Улучшая Аккомодацию Мы Повышаем Функции Матрикс Визум По одной Две Капли Три Раза В день И Также Матрикс Склера Воспалительные Заболевания Глаз Конъюнктивиты Блефориты Матрикс Визум Дает Хорошие Результаты При Кератитах Используется Матрикс Склера И Матрикс Корнея Корнея Это Роговица Ну и Здесь Мы Можем Повторить Что Аквабиотики Это Эффективное Средство Профилактики И Реабилитации Глазных Заболеваний Берегите Свои Глаза Комплексное Применение Препаратов Пауэр Матрикс Повышает Уровень Энергии Организма Спасибо За внимание Будьте Здоровы И Счастливы Ну Я вас Благодарю Надеюсь Информация Не была Для вас Утомительной Если Возникнут Какие-то Пожелания Мы Подготовим Более Подробную Информацию Для вас По той Или иной Теме Спасибо Вам Спасибо И Надеемся На Творческое Сотрудничество До Свидания